Участники международной парусной регаты вернулись в краевой центр. 18 яхт проделали путь из Хабаровска в Фуяне обратно. Кроме российских спортсменов ловили ветер китайские яхтсмены. Мероприятие под названием «Один путь, один пояс» направлено на развитие евразийских отношений. Хотелось бы, чтобы это было традиционным ежегодным, потому что связи наши укрепляются как в спорте, так и в туризме, так и в экономике. И хотелось бы, чтобы это было традиционно, конечно. Также в провинции Хэлундян прошли соревнования по речному сплаву на резиновых лодках. Хабаровчане Егор Аниськов и Екатерина Попкова заняли первое место. На праздничном концерте их наградили кубками и ценными призами. Прошли 400 километров по реке Уссури. Сегодня также китайские спортсмены приняли участие в нашей парусной регаты совместно с нашими яхтсменами. Ну, побольше таких соревнований, чтобы наши страны дружили, объединялись. Пять дней спортсмены укращали реку. Уже на обратном пути в общении многонациональные команды преодолели еще один барьер – языковой. И сейчас у нас смешанный экипаж. Вот наш друг из Китая с нами присутствует на борту для обмена опытом, так сказать. Кто? Цинь. Зовут его Цинь. Цинь, скажи привет. Ни хао. Ни хао. Участники соревнований пожелали друг другу попутного ветра и семь футов под килем. Решающая гонка по парусной регате состоится 2 июня уже на российской стороне. Мариана Гейт при содействии пресс-службы администрации города Хабаровска. Мариана Гейт при содействии пресс-службы администрации города Хабаровска.